Конец июня 2021 год. Цель прихода собрать гипы. Она начала цвести, но ее практически нету такого, я не помню. Вот так она цветет. Но ее так мало. Ее буквально надо добывать по одной штучке. Две штучки на веточке. А есть ветки, где вообще ее нету. То есть липа есть, а цветков нету. Тяжело в этом году будет собрать липу. Я уже здесь топчусь полчаса. Взяла большой пакет. Немало, что наберу много. На самом деле, маленькая жмейка. В общем, липа пустая и нету цветов, к сожалению, в этом году. Вот. Цветет буквально две-три штучки и все. Но аромат стоит все равно шикарный. Погода шикарная, жара спала, прохладно. А там вот речка. Сош, Беларусь. Здорово все равно подышать воздухом. Прекрасно. Собирайте липу и спешите, иначе заберет кто-нибудь другой. А вот в итоге сколько собрано липы. Хочу показать. Почти пакет. Где-то два часа мне пришлось тут потоптаться. Нашла одно дерево хорошее. Вот. Там было липы побольше. Посмотрите, как цветет лук. Красненькие. Цветочки синенькие. Все прелесть там дальше. Желтенькие. Это тоже травка. Вот такая вот травка. Я ее сорвала. Лукет желтенькая. Это тоже полезная трава. Ее можно заваривать чай. Женская трава. Помогает при разных женских проблемах. Не помню, как называется. Вот при дороге растет чабрец. Так вот выглядит чабрец. Очень душистая трава полезная. Цветочки. Сейчас мы его сорвем. А вот это тысячелестник. Кто занимается травами, тот знает полезные свойства этих трав. Можно в интернете загуглить, узнать, от чего тысячелестник, от чего чабрец. Смотрите, сколько много. Тысячелестник. Вообще прекрасно. Вот наконец июнь, июль. Все травы цветут. Запах обалденный. Это Белоруссия. А вот так цветет веробой. Вот веробой. Это очень полезная трава. Надо собирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова